Сегодня я приветствую всех тех, кто здесь находится, и тех, кто возле экранов. Прошу быть благорасположенными и помоги нам Господь в нашем общении, чтобы это пользу принесло всем, кто находится в этом общении. Итак, я сегодня хочу предложить тему «Приходящее и вечное». Это будем читать из книги Исаии, пророк Исаия, 40 глава, с 6 по 8 стих. Итак, Исаия, 40 глава, с 6 по 8 стих. «Голос говорит, возвещай, и сказал, что мне возвещать. Всякая плоть – трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ – трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего прибудет вечно. Аминь». Здесь особое внимание обращено на то, что всякая плоть – трава, и вся красота ее, как цвет полевой. «Засыхает трава, увядает цвет». Таков был ответ, полученный пророком на вопрос, что мне возвещать. Господь нередко эту тему задает рабам своим. Текст наш содержит две особые истины. Это то, что все люди смертны, и красота их проходит. И второе – это вторая истина. Лишь слово Божие остается вечным. И вот когда мы начинаем вникать, очень важно, знаете, когда я размышлял над этим словом, то получается действительно, молодой ты или старый, все равно смерть приходит, хотя ее и не ожидают, но эта смерть приходит, и мы тогда идем с этой жизни в ту жизнь, о которой мы ничего не знаем. Но Слово Божье говорит о том, что человек всегда будет идти туда, куда он предназначен Богом. И вот когда читаем вот эти первые стихи, с 6 по 8, мы читаем, «Голос говорит, возвещай, сказал мне, сказал, что мне возвещать? Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ, трава, трава засыхает, цвет увядает». И вот до того, как Исайя написал эти слова, мы в 102-м псалме читаем, 15-й и 16-й стих. 102-й псалом, 15-й и 16-й стих. «Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его». И Иаков, когда говорит о том, что все подвержены вот этой смерти, то мы читаем у Иакова, что и не только обыкновенные, но и богатые. Вот 1-я глава, 11-й стих. «Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих». То есть смерти подвержены все. И Петр к этому пишет тоже вот в 1-й главе, 24-м стихом «Всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал». И вот когда мы это читаем, смотрите, получается, что реально размышляет, Исайя размышляет, как приходящее все человеческое. Сегодня оно есть, а завтра его нет. Люди умирают, подобно растениям, под горячим дыханием сухого восточного ветра. Вот там, в стране, в этой, в Израиле, восточные ветры часто бывают, и они иссушают и землю, и растения. И поэтому вот такое слово, оно неизменно и говорит о том, что вот мы как в следствии греха, вот мы потеряли вечную жизнь в следствии греха. Когда человек слушает эту истину, когда мы свидетельствуем об этом, то тогда, получается, люди не особенно-то любят слушать. Почему? Потому что все хотят жить, и жить хорошо, и долго. А теперь, получается, когда мы напоминаем о том, что смерть, то это не всем нравится. Вот поэтому грех, он нас освободил, как преткновение сделал нам между Богом и человеком. Потому что грех, он, сила греха стала, оно принесло нам немощь, и вот это вот познание Бога. Вот знаете, когда в Эдемском саду Адам и Ева съели вот эти вот плод познания добра и зла, то получается, что, когда стали познавать, вот где добро, где зло, Бог всегда, он дает добро, а тот, кто обманывает человека, Еву, он дает, как раз обманывая, он дает смерть. И он всегда, как мы помним, он враг, и враг человека, и это... И когда он пришел убить, украсть, убить, погубить, и это как раз сказано о сатане. И вот эта вот истина, которая говорит о том, что все люди смертны, и красота проходит, это всесторонне подтверждается. «Всякая плоть без исключения смертны, все смертны. Кто может откупиться? Вся красота человеческая тоже приходящая. Все, что люди имеют и считают прекрасным – могущество, слава, наука, мудрость, богатство, честь, наслаждение, все ничто и приходящее». И поэтому вот так, как мы видим вокруг нас те люди, которые и болеют, и умирают, и все это происходит на наших глазах и в наше время. И когда мы задумываемся об этом, мы хотим, чтобы вот это вот нам помогло иметь смирение, и потом вот те заботы, которые нас окружают и о которых мы думаем, чтобы оставить то, которое временное. И теперь, как мы думаем о том, что оно проходящее, то вечность, вечность мы должны думать и стараться к этому прийти. Теперь вечность, которая дана нам через Слово Божье, мы вот как раз тут читаем, что Слово Бога нашего прибудет вечно. И вот смотрите, мы читаем также и в Новом Завете у Петра, 1 Петра, 1 глава, 25 стих. Там сказано о том, что в 25 стихе Слово Господне пребывает вовек. А это есть то Слово, которое вам проповедано. И когда мы еще говорим о том, что это из давних времен сказано человеку, вот в этой же книге Исаии, в 55 главе, в 11 стихе написано, «Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». И вот раз это слово, оно вечно, и оно совершает тот труд, который дан нам, который мы хотим донести это слово. И в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Матфея записано следующее, что 5 глава, 18 стих. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». И вот, понимаете, когда мы это читаем, когда мы думаем об этом, то нам Дух Божий Святой подсказывает, что это благодатный промысел Божий, и он содержится в Библии. И Господь это возымел не во времени, но в вечности. А про вечность сказано тоже еще в то время, когда Псалмопевец писал об этом, и о том, что Иоанн писал, Иоанн писал, знаете, очень важные слова, когда еще слово Бога, оно было как на устах его. великое благо, что у нас есть определенное, и содержит Слово Божье увещание, что мы полагаемся на Слово Божье, чтобы отложить всякий страх человеческий. И вот Иоанн, евангелист, апостол Иоанн пишет, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. Что начало быть? И в пятом стихе в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть, вот то Слово, которое дано через пророков, через апостолов, оно просвещает нас, и оно дает нам время и размышления над Словом Божьим. Оно ведет к тому, что мы, познавая Слово Божье, Иисуса Христа, мы находим в Священном Писании ответ на вопрос, что полезно и что не полезно, и что ведет нас к жизни вечной, и во всем прославляется Бог. И сегодня я хочу предложить еще стихотворение, которое написано в книге «Небесной любви жемчужины». Это Виктор Селивеевич Немцев написал, и он пишет на стих, вот восьмой стих сороковой главы, где написано «Трава засыхает, цвет уедает, а Слово Бога нашего пребудет вечно». И автор этой стиха, вот Виктор Селивеевич Немцев, пишет пояснение к этому стихотворению. «Божье Слово непреложно исполнится, и все, что Бог сказал, сбудется до мельчайших подробностей. Неизменность Божьего Слова является основой миропорядка и указывает на то, что мир развивается по Божьему плану, который будет исполнен в точности. Для успеха жизни важно принять Божье Слово как драгоценнейший и совершенный дар людям». Стихотворение называется «Вечное Слово». «Все тленно в этом мире быстротечном, и красота земная тленно все ж. Земная мудрость не бывает вечность, и все учения с правдой делят ложь. И лишь только Слово Божье неизменно, оно не вянет, как в саду трава. Господний план свершится непременно, и вечно мудрость Божья права. Несет Господне Слово все блаженства, сияет свет небесный от Него, в Нем вся любовь, краса и совершенство, к Нему нельзя добавить ничего». Изучая Слово и стремясь жить по Слову Божьему, мы имеем дар жизни вечной в Иисусе Христе. Ему слава за все. Аминь. Аминь. Аминь.